МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машина времени существует. Только что авиарейсом вернулся из прошлого. Немного потрёпан дорогой и впечатлениями. Немного советского, немного неухоженного, но с элементами западного бизнеса. В сфере услуг. То, к чему нас так призывали западноориентированные эксперты. Вместо гигантов заводов и огромного АПК. Ну это же так круто. Сфера услуг. Это так ждали идеалисты перемен. Так что оказали услугу по разрушению нашей страны. Хорошо, что не получилось. Сейчас они сами в этой сфере европейских услуг. Дворники и бобиситеры. И пользуются услугами хостелов. Старуха Европы теперь больше не раздаёт милостыню политэмигрантам. Даже украинцам сердобольные немецкие бауры. В прошлом эксплуататоры славян не подают. Пока самые передовые страны Европы стучат зубами от холода и злости, белорусские власти обращают внимание даже на надписи на остановках. О главном, нашим первом и событиях недели, коих было немало. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ. В мире старой Европы боятся войны и голода. А наших активистов волнует латиница в общественных пространствах. Кучеряво живём. Это культурная экспансия или лингвистическая демократия. Ну, чтобы артикуляционному аппарату туристов из Европы было удобно выговаривать. Плошь шаперомоги, проспект незалежности. А они, эти туристы, эмигранты, будут, ну, хотя бы погреться в белорусских гостиницах. Короче, пока в музейной Европе думают, разрешать ли вырубать последние леса, а Грета Тумберг молчит, это же демократия, некоторая активная часть белорусского общества заболела проблематикой надписей, латинкой. Этой темой занялась даже администрация президента. Что ж, социально ориентированное государство. Чиновники даже в правопись вникают. Ну, есть у нас целый институт языка и литературы. Академическую науку и в гуманитарной сфере у нас не разрушили. Диктатура, порядка. Главное, чтобы белорусский язык был в общественном пространстве. А некоторые надписи и на иврите можно. Там где-то целесообразно. Так как история современного Израиля тоже связана с Белоруссией. По-моему, пропорционально от количества населения. Мы нация, лидер по праведникам мира. Сами страдали. А соседям, детям, шинкарям, ойши, замученным выходцам из окружения, Иванам из-под Тулы и Батыям из Узбекистана помогали. А нас же тоже хотели уничтожить, зачистить. На этой неделе память о геноциде и день памяти Александра Невского. Какая связь в том, что он был первым, кто начал бороться с экспансией Запада, не предал забвению нашего бога взамен западных идолов. Боролся за то, чтобы мы людьми звались. Это уже классика белорусских национальных мыслителей. Людьми, а не змогарами. Не теми, кто своими символами породнился с убийцами, грабителями и насильниками. Земли нашей. Перед расстрелом их заставили раздеться, а одежду расстрелянных сирот фашисты собрали и отвезли на склад. Документы об этом трагическом событии прокуратура приобщила к материалам уголовного дела. В ходе расследования также допрошена дочь Шахметовой Тоси, выжившая девочка, которая в последний момент выпрыгнула из кузова машину, возившая детей из детского дома. Те, кто сейчас калиновцы, те, кто сейчас гуманисты, те, кто сейчас против начавшей войну России. Глаза разуйте. Война против нас ведется постоянно, а Россия просто огрызнулась. И с врагом сражаются на чужой территории, но наших украинцев. Чужой она стала при разгуле разрухи, в смысле демократии. Голодной и бандитско-воровской. А в наше бытие эти годы так и не ввалились. Вовремя хозяин у земли белорусской появился. Не трусливый и заискивающий, а настоящий такой. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Ордена иезуитов, арийцы Карла XII, вольтеровские шаромыжники Наполеона, орды зверей СС. Исполнители разные, методы те же. Коллективный Запад – это же не образное сочетание. Этого тага из десятков стран, высосавших энергию силы у целых континентов, постоянно разрушающих нашу мирную хату. Только построит белорусский христианин эту хату, а завоеватели прогрессивного Запада снова разрушают и в землянку. Построят и в землянку. А если бы не та победа, которой нет ни у одного шоколадного бельгийца, ни у одного парфюмера француза, ни у одного лорда бильдербергского клуба и цифрового гения американских транскорпораций. Не было и не будет. Иначе бы нас до последней капли крови. Детской капли крови. Каждую каплю крови белорусских детей – каждый баррель российской нефти. Боррель же все прямо сказал – они сад, мы джунгли. Только вот в этом саду уже хворост для обогрева собирают. Это момент истины. Понятен ресурс их благополучия и их реальный плян перомоги. Меркель, который никто из политиков, кроме Лукашенко, так и не подарил, проболталась. Атлантическо-европейский политический истеблишмент провонял серой лицемерие и лжи. И минский мир был понарошку. Вы слышите, те, кто против агрессора России, те, кто против нашей Беларуси? Никто договариваться и не собирался. Они готовились к войне. И если и сейчас вы ничего не поняли, то даже самый невероятный гештальт-психолог вам не поможет. Весь мир говорил о том, что, ну, наконец, сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война или стали гибнуть люди. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, ну, считай, этот Оланд, которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули там всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире, дали паузу, возможность, армию украинскую подготовить к этой войне. Если бы это было так, это слишком просто. Знаете, вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Но если это так, это не так. Но если так, чего тогда выть и стянать, что идет война? Вы к ней готовились. А мы точно знаем, в ближайшее время я Путину сказал, мы обнародуем эти факты, как они должны были после 20-го года мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области, с НАТО войсками захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Туда должна была начаться война. А что нам делать? Быть белорусами, а не майданными украинцами. Они же привыкли поджигать не только наших хатыни, даже свою Одессу, свою ныньку. Не умилять и не сводить на нет все то, что создано государством. Ценить свое и своих людей. Чтобы людей спасал врач, а не президент. Президент спасает всю нацию. А вот во что нас хотели превратить до 94-го в навязанную пандемию, в лживо опьяняющий август 20-го? Слетайте в Кыргызстан. Страну, созданную Советским Союзом и уничтоженную идеальными партнерами коллективного Запада. Говорят, только Горбачева и его спутницу Тэтчер приняла в воскресенье. Это же страшнейший мавитон для церемониального Букингема. Зачем было в воскресенье выходить, образно говоря, на работу? Чтобы случилось 8 декабря 91-го года. Практически в морге. Последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать. Посылаю туда своего врача. Приезжает, да, прогноз неутешительный. Я говорю, занимайтесь. Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека. Целый букет был, двусторонняя пневмония, там, еще что-то. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят. Тьфу-тьфу, дай бог, чтобы и так и дальше было неплохая. Когда встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или вы немножко вас понесло в системе, и вас как министра, и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требую? Меня это очень настораживает. Куда я вас хочу предупредить? В ближайшее время мной будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно, неожиданно проверят больницы. Я вас вот пригласил здесь, заместителей ваших, Наталья Ивановна у меня, с тех времен отвечает за здравоохранение. Я про вице-премьера не говорю. Пеняйте сами на себя. Садитесь. У нас тема ренессанса на площадке ЕАЭС. Вначале была Беларусь и Россия, таможенный союз, Евразес с Казахстаном, Армения, Кыргызстан, теперь уже и активный наблюдатель Узбекистана. Многое можем дать друг другу и предложить ненадменным интеграциям. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться национальных валют. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. Что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы делаем еще один шаг в данном направлении. Рассматриваем вопрос о наделении органов Союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕС. Саммит проходил с видом на заснеженно-серый Бишкек. Сейчас нам гордятся, что смогли избавиться от натовских баз. А в Беларуси их точно никогда и не было. Поэтому к нам бегут нормальные украинские семьи, а не наоборот. Поэтому мы готовы инвестировать свои компетенции в Кыргызстан, некогда промышленную советскую МЕКУ Средней Азии. А что несет Запад в сферу услуг? Превратить страну в сферу услуг, обслуги. Причем инвестируя в интеллект молодежи. Сказку о красивой жизни, как в ЦЕ Европе. Общаясь с персоналом европейского отеля, молодыми и с грустными глазами кыргызами я понял, какой Беларусь могла быть. Но какими мы действительно уважаемыми стали. Достаточно было увидеть, как журналисты реагируют на появление белорусского батьки. А как там он пошутил про Мерседесы? Переспрашивали российские коллеги. Ну и на марке действительно глохнут у кыргызских гостиниц после шутки нашего первого. Серьезно, не выдерживает заграничный автопром морозов и похолоданий в отношениях с флагманами евразийского пространства. Наступая свиньей, уходит под лед Чудского озера. Рассматривая бинокли Кремля, остаются навсегда в снегах Подмосковья. Ведя себя по-свински в Беларуси, тонут по леской топе. Вводя санкции, замерзают в предместе к Берлина и Мюнхена. Это еще настоящая зима и не начиналась. Мы всегда готовы к потеплению отношений. Ну и к крещенским морозам нам не привыкать.